Библейский портал экзегет.ру представляет 120-й псалом для библейского портала Экзегет в переводе российского библейского общества. Это песни восхождения. 119-й была первая песня восхождения. Они идут не случайно после 118-го огромного псалма, где раскрывается тема человека и закона, Божьего закона. И 119-й – это такой отчаянный вопль. Меня обижают злые люди, Господи, помоги. То, с чего для многих и начинается обращение к Богу. Вот пошли проблемы, а особенно обидно, когда проблемы с другими людьми, особенно когда эти проблемы односторонние, когда обижают зря, когда те, кому делаешь добро, отвечают на него злом. Частая история. И вот в 119-м псалмопевец вопит. Я говорю им о мире, а не о войне, Господи, помоги. Но это всего лишь крик боли. А 120-й – это следующая ступень. Песня восхождения, судя по всему, они связаны со ступенями, по которым поднимались либо паломники, молящиеся в Иерусалимском храме, либо стояли на них левиты. Вот следующая ступень какая? Песня восхождения. «Возведу мои очи к горам, откуда придет мне помощь? Помощь придет ко мне от Господа, сотворившего небо и землю. Он не даст оступиться ноге твоей, не дремлет хранитель твой, не дремлет, не спит хранитель Израиля. Твой хранитель – Господь. Он тебя укрывает, как тень. Он по правую руку твою. Днем не сразит тебя солнце, ночью не повредит луна. Господь дохранит тебя от всех бед, дохранит твою жизнь. Господь везде, куда бы ты ни шел, дохранит себя и ныне, и вовек». Вот обиженный малыш из 119-го псалма прибежал к маме, уткнулся в нее, и она его жалеет, она ему говорит, «Господь поможет, у тебя сильный папа, он тебя защитит, он всех обидчиков накажет». Даже, впрочем, не говорится про обидчиков, он очень хочет их наказать, а просто вот он тебя от всего спасет, он тебя от всего избавит, он тебя укроет. Ни солнце, ни луна не повредит. Это, возможно, какие-то коннотации с языческими религиями, где солнце и луна – это такие божества, и враги, может быть, молятся, им надеются на помощь от солнца и луны. И вот этого малыша прижимают к себе. Я не случайно такой образ даю, потому что псалтирь – это книга разных молитв и разных молящихся. И если в 118-м это очень глубокий, очень сложный такой вот разговор, это человек явно в годах, это человек с очень такой насыщенной духовной жизнью, то здесь 119-й, 120-й, они совсем простенькие. Но и люди такие есть, или состояние у людей такие есть. Вот когда болит, когда обидели, когда оскорбили незаслуженно. Вот до высокого ли мне богословия? Я очень хочу, чтобы меня утешили, прижали к груди, пожалели, сказали, что все будет хорошо, 120-й псалом ровно это и делает. Но на этом тоже мы не будем останавливаться. Конечно, очень здорово, когда есть кому пожалеть себя. Но дальше-то что? Вот что этот самый молящийся будет делать? 121-й. Спасибо. 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 Спасибо.